Привет, меня зовут Саша Акимов и сегодня я расскажу вам про беззеркальную камеру Canon EOS M6. Давно уже вам обещаю обзор на эту камеру и сегодня наконец созрел. Если следите за моим каналом, то знаете, что я ее в прошлом году купил, даже несмотря на то, что вот-вот уже должна была EOS M серия быть окончательно прикрыта, потому что там как раз собирались выпустить на новом RF-байонете крупнутые беззеркалки. Ну, в общем, я ее купил по большому счету вынужденно. Да, пришлось таким образом небольшой такой дауншифтинг устроить, скажем так, даунгрейд, точнее дауншифтинг неправильное слово. Я купил ее на замену более крутой, более навороченной камере, там у которой есть 4К, слежение по глазам, дуалпиксель более современный. Это была Canon EOS 90D, на него обзор, если что, на канале тоже уже есть. Ну, я его как раз обозрел перед продажей. Вынужден был его продать, потому что мне срочно потребовались бабки, и частично мне хватало денег купить вот эту вот копеечную камеру, которая более-менее отвечала каким-то моим нуждам, потому что у меня довольно большое количество разной оптики было на EF и на EFS, и она через переходник прекрасно работать может на M6, так что, в общем, взял ее, потому что это было просто удобно и недорого. И да, у EOS M6, который, в общем-то, камерой особо старой и не назовешь, он 2017 года, поэтому он у меня и не в рубрике Bad Old Camera, потому что, в принципе, по характеристикам, так номинально, он более-менее, ну, актуален, можно сейчас его взять и больших каких-то проблем не испытывать с тем, чтобы, ну, что-то снимать. Единственное, что да, я взял его на замену более мощной камере для видео, и здесь никакого 4K и в помине нет, у EOS M6 только Full HD, и оно довольно-таки мыльненькое, со слабеньким битрейтом. Ну, в общем, помните, как вы все ругали мое мыльное видео, говорили, что ты там рассуждаешь про качество картинки каких-нибудь камер, а сам снимаешь себя вот таким хреновым качеством. Но это была вынужденная мера, ничего я поделать с этим не мог, к сожалению, финансово я не мог себе позволить что-то более мощное или навороченное, или современное взять. Это, конечно, была для меня очень компромиссная камера, но я не хочу сказать, что я прям пока ее использовал, ну, просто как-то слишком уж сильно страдал. Нет, я, в принципе, могу снимать на все, что угодно, больших проблем при этом не испытываю. Ну, я знаю, как слабые стороны, как бы, нивелировать немножко у разной техники, как какие-то сильные стороны усилить, скажем так. Ну, в общем, все это решается более-менее скиллом, каким-то подходом. В принципе, от нее каких-то там сверхзадач, опять же, не требовалось для записи говорящей головы, достаточно ее, я не знаю, зачем там какая-то невероятная резкость или четкость, как бы, когда я просто базарю, глядя в объектив. Ну, прежде чем мы примемся, все-таки уже, да, там какие-то технические особенности обсуждать, или там, как она устроена, и разглядывать фотографии, о каких-то фотовозможностях поговорим более подробно. Сначала давайте все-таки я расскажу о том, как вот эта серия камер EOS M существовала почти что 10 лет. Она, в общем-то, молодая и быстро померевшая. Началась история EF-M Bayonetta с выхода в 2012 году самой первой камеры EOS M. Вместе с ней одновременно появились сразу же и два первых объектива. Это были 18-55 мм f3.5, f5.6 и прекрасный, абсолютно замечательный блинчик 22 мм f2. На него у меня есть обзор также на канале. Мне этот объектив очень нравился, я его использовал с большим удовольствием. Вот здесь вот смотрите. И также у меня еще есть сравнение 22 f2 EF-M вот этого блина и блинчика с EFS Bayonetta 24 мм f2.8. У них, в принципе, фокусные, и их задачи, их положение в системе очень сходные. У одного эквивалент 35 мм, у другого примерно 38 мм, ну ближе к 40 мм. В общем, объективы оба классные. 2012 год, наверное, такой выход первой беззеркалки у них, такой полноценный, нормальный. Это скорее запрыгивание уже было такое в последний вагон, потому что Canon, как всегда, очень долго тянет кота за яйца, не торопится как-то считывать тренды, потому что к тому моменту уже с 2008 года существовали беззеркальные камеры у системы Micro 4.3, это Olympus и Panasonic, они уже выпускали большое количество разных моделей компактных и, в общем-то, замечательных, но с все-таки более мелкой матрицей, и у которой вот той старой матрицы 12 мегапикселей было много претензий. Как раз в 2012-м они обновились до 16 мегапикселей, и там стало все гораздо лучше. В это время уже ворвались на рыночек и Sony, и Samsung, и были довольно серьезными там игроками, у них в APC-сегменте беззеркальном там просто было все очень неплохо, опять же, достаточно широкий модельный ряд. Ну и Fujifilm также в 2012-м году выпустила первую свою на X-Mount в Bayonetta камеру X-Pro1, на которую у меня на канале будет обзор, я уже на нее поснимал, обзор будет, обещаю, но не в ближайшие там пару секунд, но скоро появится, в общем. Крупные игроки на рынке фототехники, они начали понимать, что пора потихонечку переходить на беззеркалки, потому что технологии уже позволяют сделать их крутыми и уже не такими, ну как бы компромиссными, не такими смешными по сравнению с зеркалками, как это было в нулевые. У Nikon было, правда, странное решение, они сделали не очень-то удачную серию вот эту Nikon 1 с дюймовыми матрицами, и даже Pentax, и тот умудрился сделать аж две беззеркальные системы, одну прям систему-систему на отдельном новом Bayonetta, Pentax Q, ну там прям просто чисто по приколу, камеры классные, ими удобно пользоваться, они замечательные, у них матрицы были совершенно малюсенькие, у меня есть на Pentax Q10 обзор, там матрица 1 на 2.3, то есть это, ну, как в обычном каком-то самом примитивном смартфоне размер матрицы, потом они сделали на 1 на 1.7, но, блин, честно, качество там было не запредельное далеко, то есть, ну, типа, совершенно не конкурентное, даже по сравнению с дюймами. У Pentax также была довольно интересная, не то чтобы очень удобная в использовании, но реально интересная по дизайну камера Pentax K01, вот здесь у меня, кстати, где-то она в бокешечке присутствует, на полочке стоит, она довольно неплохая, ну, по цвету, по качеству картинки, матрица там очень хорошая, соневская, удачная, опять же, на 16 мегапикселов, ну, очень дурацко сделанная, очень ненадёжная, вот этот экземпляр, который у меня тут книжки подпирает, он, у него, у самой камеры помер затвор, у объектива, блинчика, вот этого самого тонкого XS 40 мм, типа, limited, самый тонкий блин на свете, 40 мм, и у него заклинила диафрагма, то есть, это, в принципе, просто две такие мёртвые вещи у меня тут лежат. В общем-то, починить тушку можно, затвор поменять можно, там, наверное, в районе где-то 1015 будет стоить, но нахрен надо, пускай стоит, пыль собирает, и ничего страшного, а объектив вообще можно выкинуть. И как раз вот эти все камеры в 2012 году выходят вот с этой вот прекрасной, удачной 16-мегапиксельной матрицы, это Sony Nex 6, на которой у меня есть на канале обзор, она прям супер классно снимает, к ней вообще по качеству картинки вопросов нет, кроме, там, автоматики и баланса белого. В остальном, там, просто конфетка, супер гибкая картинка, даже сейчас ты можешь её снимать, она вполне себе современно может всё делать. Также и Pentax K01 с такой же матрицей, и при этом с хорошим цветом от Pentax. И, в общем-то, с этой же матрицей, скорее всего, 16-мегапиксельной, но с X-Trans расположением, да, фильтров цветных на матрице, а не байровским, выходит ещё X-Pro1, у которой тоже всё хорошо. И в это же время выходит самый первый EOS M, у которого стоит убогонькая 18-мегапиксельная матрица, которая, ну, реально, объективно, очень слабая, она и, там, шумит зверски, у неё динамический диапазон отстойный. И эргономика у EOS M тоже вызывала, как бы, некоторые вопросы, потому что нет сенсорного экрана, при этом не очень-то удобное расположение кнопочек, немногочисленных, опять же. Также у EOS M довольно слабенький, такой квёлый контрастный автофокус, который, в принципе, на уровне как раз конкурентов, они все там довольно дерьмовым автофокусом располагали. Ну, как я сказал, матрица вообще, ну, никак не могла конкурировать ни с кем в этот момент на рынке, потому что она совершенно никакущая по сравнению с теми, которые стояли у уже более, так сказать, зрелых беззеркальных систем. Позднее, с выходом камеры EOS M3, Canon уже подтянули удобство управления, получше хват сделали, но всё ещё камера была не то, чтобы очень какой-то там уж мощная, не то, чтобы у неё там какие-то выдающиеся характеристики были, ну, то есть, опять же, она звёзд с неба не хватало, но уже она была, как минимум, поудобнее. Было заметно на фоне, в принципе, других камер, которые выходят от других производителей, что Canon, ну, инженеры Canon, они вообще не понимают, зачем им эта система, что с ней делать, они её выпустили так, как бы, чисто по наитию, и постепенно они всё-таки учились на своих ошибках, как-то отслеживали, что там не так, и постепенно, потихонечку исправляли вот эти недоработки, но делали это очень тонко, Canon, в общем-то, славится тем, что он не любит какие-то невероятные мощные апгрейды делать чего-либо, они покупают люди, и ладно, мы будем одну и ту же там говноматрицу какую-нибудь ссувать годами. В общем, они постепенно всё-таки стали делать камеры мощнее, круче и лучше, но не так, чтобы вот не дать пользователю чего-то такого прям ультимативно хорошего. Canon любит таким образом уравновешивать, то есть не дать тебе в очередной камере в линейке чего-то прям уж запредельно крутого, она просто чуть получше, чем предыдущая, ну, как вот с айфонами, он, следующий айфон, он чуть получше, чем предыдущий, ну, никакой там революции не происходит. Хочешь, апгрейдишься, не хочешь, не апгрейдишься, можешь, в принципе, годами снимать на какой-нибудь старый кэр, Canon, у меня вон первый пятак есть, который, в общем-то, устаревшее говно, ну, снимает и ладно. Но, опять же, новую камеру на фоне остального рынка они всё же не хотели делать слишком уж посредственной, поэтому чуть-чуть старались. И вот, наконец-таки, они родили хоть что-то дельное, в 2016 году осенью появился Canon EOS M5, и камера по характеристикам, по начинке своей, в общем-то, была, по сути, идентична чуть ранее в этом же году выходившей Canon EOS 80D, там такая же матрица, такой же процессор, то есть, ну, всё абсолютно одинаково, только это беззеркалка, из неё вытащили бесполезную пентапризму, вытащили зеркальный механизм, и у камеры прекрасный Dual Pixel Auto Focus, который следит за лицами людей в реальном времени, всё с этим прекрасно. Органы управления расположены более-менее уже прям качественно, хорошо, так что более-менее все крутилочки под рукой, их довольно много, тебе камерой прям удобно пользоваться. Экран здесь уже сенсорный, и, опять же, сенсорное управление у Canon очень хорошее, оно меня очень радует во многих камерах у них, но почему-то, опять же, инженеры решили, что классным решением, я не знаю, кто там или дизайнеры, кто придумывал, да, концепцию этой камеры, что классным решением будет сделать так, чтобы экранчик от камеры откидывался вниз, не в сторону, не полностью поворотный был, а вот мог откинуться вниз. Нет, блядь, это хуёвое решение, когда у тебя экранчик опускается вниз, это значит, что если ты поставил камеру на штатив, то у тебя экран будет перекрыт, и как бы смысла в этом вообще абсолютно никакого нет, только если ты с рук будешь селфи херачить постоянно, но я не знаю, что за дебил купит такую камеру для селфи. И вот в начале 2017 года появился, собственно, фотоаппарат, герой наш сегодняшний, Canon EOS M6, это по сути своей тот же самый EOS M5, но слегка облегченный, у него как бы так сверху опасной бритвой, как будто бы срезали электронный видоискатель, ну и так чуть-чуть кнопки там подвинули, а так, в общем-то, абсолютно одинаковые камеры, с ту лишь разницей, что здесь по-нормальному сделали экранчик, хоть как-то по-нормальному сделали, он опять же не полностью поворотный, но он теперь откидывается не вниз по-дебильному, а откидывается вверх, что, в общем-то, хотя бы терпимо. Если ты какой-нибудь микрофон-пушку не ставишь на камеру, когда снимаешь, то, в общем, нормально, ты можешь сам себя видеть, когда записываешь вот такое вот видео, как я сейчас, например. Короче, покатит. Ну и матрица осталась такая же на 24 мегапиксела, она, конечно, не какая-то запредельно крутая, ее нельзя сравнивать с какими-то, опять же, актуальными камерами на 24 мегапиксела, там, Sony, Fuji и так далее. Нет, она, конечно, слабее, чем они, но для моих нужд, для каких-то несложных задач, в общем-то, ее хватало и так за глаза. Были еще три ответвления от основной EF-M линейки, совсем мелкие камеры EOS M10, ну, они были в стиле как раз самого первого EOS M, малюсенькие, с небольшим количеством органов управления, но не совсем уж урезанные. И уж совсем мелкие были еще там M100, M200, ну, то есть совсем крохотулечные, у которых уже даже башмака там нет, ну, в общем, совсем урезанные, совсем крошечные. В общем-то, для кого-то это, наверное, даже удобно, если ты снимаешь какой-нибудь такой стрит, без участия там вспышки какой-то, и тебе надо, чтобы камера была максимально крохотная и незаметная, хотя, с другой стороны, там особо уж маленьких объективов, кроме 22 мм f2, наверное, нет. Но мне совсем мелкие камеры показались, ну, не очень удобными по управлению, поэтому я как-то их сразу, я подумал про них, я их просто в руках повертел, прежде чем, да, покупать EOS M6. Нет, они мне не понравились, просто, ну, слишком много отдано на сенсорное управление. Оно, конечно, удобное, но постоянно все с сенсорным экраном возиться постоянно с ним, ну, не очень клево, короче. Кому-то это удобно, мне не очень. По мне, так все-таки по габаритам и по, как бы, наличию органов управления оптимально. Это вот как раз EOS M6, такая вот золотая середина, она не очень сильно урезана, все на своих местах, и, в общем, ей удобно пользоваться. Ну, и еще была очень грамотно сделанная камера в этой линейке, это грамотно сделанная с точки зрения продаж, я имею в виду, конечно же, это EOS M50, она была таким упрощенным, удешевленным вариантом, там реально урезали, удешевили что-то там по мелочам, не так, что вот прям совсем ее сделали кастрированные, ну, по сравнению с M5, M6. Она, в общем-то, реально по начинке примерно как они, близка к ним, но она по качеству исполнения и по возможностям, ну, немножечко такая, чуть-чуть прям похуже. По качеству исполнения, конечно, сильно хуже, потому что, ну, там совсем уж плохой пластик используется, причем тонкий очень, ну, буквально я ее в руках пару раз держал, когда, да, чтобы посмотреть, что она из себя вообще представляет. Ты нажимаешь на кнопки у нее какие-нибудь на задней панели, и у тебя пластик прям, ты видишь, как у тебя корпус у камеры продавливается большим пальцем, это еще и хрустит при этом, это просто чудовищно и уму непостижимо. Ну, а в 2018 году Canon в муках, наконец-то, родили полнокадровую новую беззеркальную систему, выпустили самую первую камеру Canon EOS R. По сути, это просто перелицованный EOS 5D Mark IV, но, опять же, да, без зеркала. И чуть погодя, они еще выпустили абсолютно убогие, ущербные EOS RP, которые почему-то многие любят, я не знаю почему, но это прям отвратительная говнокамера. И в этот момент люди как раз призадумались, не прикроют ли Canon EF-M серию, потому что, скорее всего, Canon собирается явно выпустить на новом RF-байонете новую кроп-систему. Ну, в общем, правильно предсказывали, так оно и оказалось, но про это мы чуть позже поговорим, а сейчас вернемся все-таки к EOS M6, и давайте я детально расскажу про то, как он устроен, где у него какие кнопочки, крутилочки, вертелочки, и, в общем, как им пользоваться. Камера, ну, очень компактная и легкая, всего 400 граммов весит. Корпус, конечно, пластиковый, ну, или, как сейчас принято говорить, он сделан из поликарбоната, высших сортов, так сказать. Ну, конечно же, внутри каркас из металла, это понятно. Большая часть корпуса, собственно, покрыта у нас таким, такой мягкой, не скользящей резиной. Ручка хоть и маленькая, но удобная. Все-таки сзади имеется хороший выступ под большой палец. Сама по себе камера почти ничего не весит, да и тяжелых объективов для нее по умолчанию, в общем-то, нет. Я вот, тем более, юзаю ее в основном с бренчиком 22 миллиметра. Абсолютно шикарное стекло, эквивалентное 35 миллиметрам, если бы это был полный кадр. Сверху есть встроенная вспышка, сбоку рычажок, который ее активирует. Простенький такой рычажок, абсолютно механический. Вспышка отгибается. Она, в общем-то, маленькая, слабенькая, ничем не примечательная, но вроде сделана тоже неплохо. Дальше идет полноценный горячий башмак. В него, помимо вспышек, можно подключить также еще микрофоны различные и также подключить электронный видоискатель опциональный. Вот здесь вот ряд контактов там в глубине можно увидеть. Не знаю, насколько это заметно там. Правее, слегка утопленное в корпус, находится колесико выбора режимов. Круг корпуса два колесика, одно под другим. Сверху находится экспо-коррекция. Тут плюс-минус три. Значит, и снизу есть программируемое еще колесико. Я на него повесил ISO. Потому что удобнее быстрее переключать. Хотя ISO можно и тут переключить, и на экране сенсорном. Ну ладно. Но на самом краю находится режим включения. Место, кстати, удобное. То есть ты вот идешь, нажимаешь, включение-выключение большим пальцем в этом месте. В принципе, отлично. Но можно случайно сбить настройку нижнего колесика. Оно потому что прям прилегает к этому рычажку. Такая же вот беда была, например, у древних Олимпусов. Они там рычажок рядом с колесиком ставили. Можно случайно было сбить. Ну, я уж привык. Я не сбиваю. Но, по-первых, можно накосячить. В переднем углу здесь находится еще также программируемая функциональная кнопка. Я туда ничего назначать не стал. Ну, как бы тут и так кнопок хватает. Кнопка спуска слегка жестковата ощущается. Но при этом у нее такое уверенное нормальное нажатие. К ней быстро привыкаешь. Вокруг нее еще одно колесико для изменения параметров. Все колесики, кстати говоря, которые я тут описывал, максимально шершавые. То есть они вообще не скользят. Сделаны из металла. И имеют приятные, очень такие ощутимые тактильно щелчки. Сзади, кстати, еще одно колесико есть для изменения параметров съемки. Оно тоже пощелкивает. Но оно, конечно, уже не металлическое, скорее всего, а пластиковое. Хотя бог его знает. Тут я особо не проверял. Ну, я его редко на самом деле использую. То есть получается, смотрите, на корпусе тут аж пять колесиков. Раз, два, три, четыре, пять. Почему-то многие другие производители на маленьких корпусах стесняются сделать побольше органов управления. Здесь вот они прямо в изобилии, хотя корпус действительно очень мал. Вокруг заднего колеса на випаде у нас есть еще четыре кнопки. Это меню, просмотр, видео и инфо. У самого на випада центральная кнопка это окей. И вызов быстрого меню. Традиционная, в общем-то, такая настройка для канона. И по четырем его сторонам еще есть несколько функций. Это настройки вспышки, ISO, режим фокуса и удаление. Градукт на три дюйма, на миллион точек. Яркий, удобный, не слепнущий на солнце и не перегирающий цвета. То есть он прям хорошо, прекрасно настроен. Экранчик, конечно же, сенсорный. Можно точку фокусировки гонять как угодно. Можно как меню вызвать. Все, что угодно настроить. Можно нажать на ISO, поменять его пальчиками, как тебе заблагорассуется. Можно все, что угодно, короче, сделать через сенсорный экран. Можно и в меню залезть, и в нем полазить, и поменять какие-то настройки. В любой ситуации у тебя есть много способов для управления камерой. Ты можешь напрямую кнопками менять, колесиками, если у тебя там, да, какой-то функционал на них назначен. Можно кнопочками переключаться через быстрое меню, вызвав его вот здесь на кнопке ОК. Или же просто тыкать по экрану. Вот это настоящий кайф, когда ты можешь даже не одним способом множество разных вещей поменять в настройках. Экранчик немного откидывается вниз, градусов, ну сколько тут, на 45, наверное. И сильно, аж на 180 градусов, он откидывается вверх. У предыдущей модели, которая EOS M5, он откидывался вниз, что делало вообще абсолютно невозможным съемку себя со штатива. Ну, то есть, если ты видео пишешь, например, как ты будешь видео писать и себя визировать по этому экранчику. Понятно, что удаленные здесь способы есть, можно через приложение смотреть. Ну, тут же такое откидывание вверх, конечно, тоже мешает визированию, если ты себя снимаешь, допустим, с микрофоном-пушкой, который устанавливается в горячий башмак. Ну, тут можно опять же клетку какую-нибудь повесить, чтобы у тебя где-нибудь сбоку он там крепился. Я все-таки камеру юзаю, когда пишу говорящую голову с радиомикрофоном Rode Wireless Go, и мне, в общем-то, такое положение поворота экрана не мешает. То есть, мне вполне нормально. Ну, и раз уж мы тут заговорили про микрофоны, да, слева тут под заглушкой есть разъем 3.5 джек под нормальный микрофон. Под наушники разъема, к сожалению, нет, но мне он особо тоже не нужен, как одиночному персонажу, кто сам себя пишет. Тут рядышком еще также micro USB стандарта 2.0. Скидываются фото и видео вполне комфортно, но зарядки от USB при этом нет. То есть, хотя у более старых дюймовок, например, там какой-нибудь G5X, можно было заряжать от пауэрбанка через абсолютно такой же разъем. Не знаю, почему здесь такого функционала камера лишена. Справа находится кнопка для беспроводного соединения, включения. Тут NFC, есть Wi-Fi. Вот эти все интерфейсы беспроводные присутствуют. Под заглушкой резины тут находятся micro HDMI и разъемчик для тросика для удаленного управления, опять же. Слот для SD-карты совмещен с батарейным отсеком, к сожалению. Отсек, кстати говоря, не откроется, если у тебя здесь установлена площадка штатива. Штатива, да, в общем, в камере, как видите, сквозит везде такое понижение статуса до любительского. Есть немало урезаний и упрощений, но она при этом отлично собрана, ей удобно, приятно пользоваться. По сути, это тот же EOS M5, которому убрали видоискатель и изменили способ поворота экрана, по большому счету. Ну, а по функционалу электронной начинки такая же абсолютно камера, как EOS 80D, например. Правда, под байонет EOS M мало родной оптики, но можно через переходник вообще любую оптику от EF, EFS применять. Я вот, например, использую вот такой вот переходничок от того же Viltrox. Так вот ставишь, и он ничем вообще не отличается от родного, который стоит в два раза дороже. То есть, Кэнновский абсолютно такой же, но стоит тупо в два раза дороже. Так что, применяется он нормально. С легкими стеклами, к примеру, можно, ну, вот такой вот, допустим, ты полтинник берешь доисторический, там, с 92-го года. Нацепляешь, он у тебя прекрасно работает, весь функционал присутствует, следящий фокус нормальный, все хорошо. Матрица OM6 на 24 Мп точно такая же абсолютно, как у EOS M5, такая же, как у EOS 80D и у многих еще других камер. Ну, как я уже ранее сказал, Кэнон очень любит расставаться с какими-то компонентами в своих камерах. Он постоянно занимается реюзом того, что у них есть. И вот эта матрица, она, ну, просто кочует из одной камеры в другую уже много лет. И хоть они и сделали уже отличную матрицу на 32 Мп, которая стоит в 90D и в Canon EOS R7, сейчас современной, наверное, в байонете, все равно в актуальных камерах в огромном количестве до сих пор используется вот эта матрица на 24 Мп. В таких камерах, как R50, R100, например, R10, ну, R100 и R50, это, конечно, абсолютный трэш и кал. Я даже не знаю, блядь, на кого они там рассчитаны, кто вот такую камеру купит сегодня. Я понимаю, когда раньше какую-то любительскую говнозеркалку самого низшего уровня мог человек купить и как бы сделать такой себе переход с мыльниц на что-то более крутое. Все-таки, очевидно, она все равно лучше снимает, чем мыльница. Но купить себе какой-нибудь EOS R100 вместо какого-нибудь актуального смартфона сегодня, который тебе там алгоритмами делает красоту, ну, я имею в виду для хомяка, не для нормального фотографа. Я не знаю зачем, на кого на рынке это ориентировано. 24-мегапиксельный сенсор вот этот, он, конечно, не самый крутой, не самый лучший, даже на момент выхода, когда он выходил, он, ну, не очень-то так уж прям круто конкурировать мог с какими-нибудь камерами Sony Fujifilm или Pentax, с теми же 24-мегапикселами в APS-C сегменте. Не то, чтобы он там, пиздец, как-то хуже в 100 раз, не, он чутка похуже, это объективно. У него динамический диапазон где-то на уровне актуальной, где-то Micro 4.3, ну, типа, окей, сойдет, там, 12 стопов где-то примерно есть, что все равно неплохо, терпимо, да и в большинстве ситуаций, в общем-то, и даже достаточно, я бы так сказал. Ну, не могу я сказать, что я как-то сильно страдал от нехватки информации в светах и тенях. Canon продолжает гнуть свою линию и ставит перед матрицами сглаживающий фильтр, как в стародавние времена, как они в нулевые начали, так и ставят, но сейчас, на самом деле, детализация от наличия антиразинг-фильтра перед матрицей не сильно падает, потому что, во-первых, сейчас вот этот сглаживающий фильтр очень тонкий, он, как бы, не знаю вообще номинально зачем там присутствует, потому что камеры в большинстве ситуаций по большей части вообще борются с муаром уже на программном уровне, а не вот такими примитивными методами. Ну, конечно, если взять камеру с таким же количеством мегапикселов от какой-нибудь Sony, Fujiko или Pentax, и сравнить их вот лоб в лоб, да, снять с одинаковыми всеми настройками, посмотреть, ну, там еще зависит будет от оптики, конечно, используемый, ну, там самый топовый объектив на обе камеры поставим, допустим, можно даже один и тот же через переходник поставить, чтобы уж совсем, да, разночтений не было, и вы увидите, да, что, конечно же, у конкурентов будет резкость выше, чем у Canon, ну, не прям там прям многократно, да, она будет чуть-чуть получше иметь резкость, но зато я действительно буквально ни разу не ловил ни в какой ситуации муар, хотя камерой я довольно активно пользовался, ну, может быть, где-то там супер какой-то малозаметный вдалеке муарчик был словлен, ну, я лично вот прям картинку, если там попиксельно не разглядывать, нигде муара такого бросающегося в глаза не видел. Я люблю цвет, который выдает Canon. На протяжении всей вот этой истории, когда в цифру все камеры стали переходить, у Canon был всегда очень хороший color science. Цвет, конечно, у них эволюционирует, как-то развивается, он там отличается от камеры к камере, от серии к серии, но в любом случае во все времена он всегда достаточно хороший, потому что возьми, например, какой-нибудь 20-летний или почти 20-летний первый пятак, опять же, возьми какой-нибудь 10D древний на 6 мегапикселов, и у них классный цвет. Возьми какой-нибудь 1D с EPS-H матрицами с круг-фактором 1.3, там тоже замечательный, достаточно приятный цвет. Я даже подумаю сделать пару каких-нибудь отдельных роликов еще про сравнение цвета с Canon разных лет, с разных серий, ну, потому что это довольно интересно посмотреть, как он немножко отличается от баланс белого, работа с разными цветами, у кого в какую тональность, где уход происходит. В общем, там автоматический баланс белого у всех всегда классно отрабатывает. Ну, у них почти не бывает каких-то серьезных промоков по балансу белого. Да, иногда картинку делают старые, особенно Canon, чуть теплее, но в целом, да, так усредненно приятная картинка получается, потому что, ну, нет сильно кричащих каких-то тонов, все так выглядит просто очень аккуратненько. Это, конечно, не значит, что у Canon EOS M6, про который мы сегодня разговариваем, какие-то супер натуралистичные или реальные цвета, далеко это не так. На самом деле, любая камера, конечно же, цвет в автоматических режимах перевирает, перевирает, опираясь на какие-то свои определенные там алгоритмы обработки. И я говорю сейчас о том, что Canon просто перевирает очень красиво это. И это большой плюс, потому что тебе меньше тратить нужно времени будет на постобработку. То есть ты снял, и у тебя из камеры сразу же хороший, приятный цвет. Ну, немножко требующий, да, конечно же, обязательно в любой камере какое-то доведение до ума требуется. Не обязательно, что он там прям тебе сходу идеальную картинку будет выдавать, но вот минимум прям обработки требует картиночка с этой камеры. И вообще с всех актуальных Canon ты снял, и у тебя просто красивый, приятный цвет, который чуть-чуть нужно поправить. Потому что автоматический баланс белого, он практически не косячит, никуда-то там не уводит, допустим, у тебя снимаешь ты в пасмурную погоду. У некоторых камер бывает такое, что в пасмурную погоду снимаешь, и их слишком сильно уводит куда-то в холод. Здесь такого нет. Также, например, у многих камер такие предустановки, что, например, да, чтобы слишком тёплая картинка не делалась, ты вот в предзакатное время снимаешь, тебе хочется сохранить тёплые оттенки. И у многих есть такая подстройка, сохранять тёплые тона. У Canon просто по умолчанию нормально, они бережно сохранены и так. Я уж не говорю о том, что у Canon, в принципе, один из самых лучших скин-тонов, которые можно получить на современные актуальные камеры. С ним, наверное, может посоперничать только какие-нибудь старые лейки, типа лейка X2 или какие-нибудь с CCD-матрицами кодека, ну или какие-нибудь Hasselblad, у которых тоже хороший Color Science. Вот по цветам кожи Canon тоже очень хорош, опять же, прям сразу из камеры. Иногда, конечно, бывают косяки, но не бывает такого, чтобы у тебя получились стрёмные красные рожи, как это делает какой-нибудь Fujifilm или, наоборот, слишком какие-то жёлтые, как это делает иногда Sony современная. Нет, здесь такого вот нет. Здесь кожа выглядит хорошо. Короче говоря, снимать портреты довольно приятно на эту камеру, потому что тебе не придётся на постобработке, опять же, да, карпеть над скинтоном, какие-то там изгаления делать, ползунки дёргать лишний раз куда-то там. В общем, очень аккуратно работает с кожей, с этим тоже всё хорошо. Автофокус, кстати говоря, здесь присутствует только по лицам, здесь нет ещё слежения у Dual Pixel по глазам, но на кропе, опять же, если не использовать какие-то супероткрытые дырки и какие-то там телеобъективы, где будет слишком уж маленькая гриб, шансов промахнуться практически нет, то есть у тебя всё равно более-менее всегда всё попадает. Ну и фокус и трекинг всякий, да, там тапаешь куда-то, у тебя камера будет этот объект сопровождать, очень хорошо всё работает, всё следит плавно, причём перефокусировка происходит без каких-то там рывков. В общем, Dual Pixel, что я рассказываю, Dual Pixel прекрасная система фокуса, даже вот ещё такая старая и примитивная. Отличный автофокус, опять же, способствует тому, чтобы снимать стрит, потому что, ну, во-первых, M6 сам по себе довольно маленький, особенно если его использовать, вот как я юзал за 22 мм f2 блином, то есть это очень получается компактненькая такая комбинация. Объектив чуть-чуть жужжит, когда фокусируется, ну, едва слышно. И грустно, конечно, что у камеры нет электронного затвора, здесь только механический затвор, но шлёпает он, опять же, не очень громко. Короче говоря, для стрита она вполне себе подходит. Ну и качество видео, как я уже говорил, у M6 довольно посредственное, но, опять же, у неё при этом Dual Pixel прекрасно работает, отслеживает лицо, его не теряет, плавные перефокусировки происходят. Может быть, да, картинка в Full HD там слабовата, мыльновато, но для какого-то несложного блогинга, для записи горящей головы, как я сейчас, в принципе, качество там достаточно. Нормальное там качество, если тебе не требуется каких-то запредельных характеристик от камеры. Ну и на iOS M6 довольно приятно снимать какие-то пейзажи, какую-то архитектуру. Хотя, опять же, здесь динамический диапазон не очень высокий, он даже чуть-чуть пониже, чем у Olympus'ов с матрицами гораздо меньшими micro 4.3. Не знаю, как так его Canon добивается, почему у них довольно посредственный динамический диапазон. Ну и, конечно же, на iOS M6 прекрасно снимать котиков. Да, конечно, здесь ещё нет свежения по мордочкам животных, по глазам животных, как у современных всех камер. Но ты можешь просто тапнуть пальцем в сенсорный экран, куда тебе нужно, чтобы сфокусировалось на глаз котика какого-нибудь, и он будет за ним следить точно так же, хотя не используется при этом специальный какой-то алгоритм. Короче говоря, всякий животину, очень даже приятно снимать тоже на него. И эту камеру можно до сих пор прекрасно использовать, без каких-то серьёзных затруднений. Она, конечно, уже ощутимо устарела. По сравнению с современными камерами, да, она, конечно, уже так не кажется каким-то такому уж выдающейся вещью, но она вполне себе терпима, и я не претерпевал каких-то серьёзных мук, не страдал, не мучился, пока я её пользовался. Она вполне себе нормальная. После М6 на Байонете EFM ещё были выпущены несколько камер. Это М200 с примерно такой же начинкой, но просто в более компактном корпусе. Ещё выходил суперуспешный, с точки зрения продаж, конечно, EOS M50, но он какой-то совсем уж любительский, слишком упрощённый. И лебединой песней вот у этой всей системы стала камера EOS M6 Mark II. Там стояла такая же матрица и такой же процессор, как у Canon EOS 90D, то есть 32 мегапиксела, дуалпиксел второго поколения, со слежением по глазам, 4К со всего поля кадра, без кропа какого-либо. В общем, крутая, классная, навороченная камера в маленьком корпусе, у которой просто впихнули зверскую мощь. Я ещё в ролике про EOS RP говорил, что лучше взять M6 Mark II, потому что он реально круче, чем RP, намного круче. У него, несмотря на то, что это кропнутая камера, лучше динамический диапазон, выше разрешение, лучше вообще все характеристики, у него следящий дуалпиксел автофокус в 4К, то есть, ну, типа, что тебе ещё-то надо, прям вот суперкрутая камера, и стоит она, ну, или столько же, или даже дешевле, чем EOS RP сейчас, если мы посмотрим новые камеры. Ну, на БУ, я не знаю, рынке не следил. У крупной Т-серии на EF-M байонете от Canon почему-то был один только существенный недостаток, это отсутствие большого выбора оптики, потому что сам Canon выпустил, ну, несколько тёмненьких зумов, типа 18-55 мм, 15-45, 55-200, 18-150, и ещё тёмный сверширик 11-22. Да, было, конечно, несколько пиздатых фиксов, это вот у мною очень любимый 22F2, про который я каждые 2 секунды такое ещё не что говорю, но он реально крутой, просто не могу остановиться его нахваливать, классный объектив, просто прекрасная вещь на каждый день. Также у них был портретник 32 мм f1.4 с приятной бакешечкой, тем более он, что скорее близок по эквиваленту фокусного расстояния к полтосу, а не к классическому какому-то портретному фокусному расстоянию. И был ещё макрообъектив 28 мм f3.5 с прикольной такой интересной подсветкой. На этом что-то у них энтузиазм подугас, они вообще забили болт на эту серию, ну, видимо, подразумевалось, что они в итоге её забросят, ну, до или до последнего пока ещё была возможность, и только под уж совсем финал, под закрытие уже серии, под её, как бы, да, кончину выходили уже Viltrox ещё, светосильные фиксы, и светосильные фиксы Sigma появились. Ну, это я имею в виду 16 мм f1.4, 30 мм f1.4 и 56 мм f1.4. Sigma, конечно же, лучше, чем Viltrox. Хотя, конечно, абсолютно без проблем можно использовать через переходник любую оптику от EFS или EFM, байонетов, то есть, в принципе, там оптика на самом деле есть, если использовать переходник, чем я не брезговал. Я большое количество разных объективов перепробовал на нём, всё прекрасно работает, не знаю, у Canon с переходником, даже с неродным каким-нибудь Viltrox, как я юзал, вообще проблем ноль. Ну и вот, к 2022 году нам с выходом уже на новом RF-байонете новых кропнутых камер R10 и R7 становится понятно, что всё, больше новых камер на EFM-байонете выпущено не будет, так же, как, в принципе, новых зеркальных камер на EFS-байонете выпущено больше не будет. Так что всё, 90D была последняя крупнутая зеркалочка у Canon и EOS M6 Mark II тоже была последняя. Ну, EOS M50 Mark II я даже как отдельную камеру не считаю, это просто небольшой минорный апгрейд обычного M50, она вышла номинально позже, ну, в принципе, это как одна и та же самая камера. Всё, эти системы канули в лету, умерли, больше Canon не нужны. Ну, а я рад, что всё-таки успел прикоснуться и к тем, и к другим, и к крупнутым зеркалочкам у Canon прям солидно так ими обмазаться, и на EOS M6 поснимал, я получил свою долю удовольствия, они замечательные, что те, что другие, и у меня на канале ещё будут обзоры разных крупнутых зеркалок от Canon, но не всякого, знаете, шлака, не всякого хлама, у них много было таких безликих, совсем уж любительских, не особо интересных каких-то камер, они там заполоняли рынок огромным модельным рядом бессмысленной хуеты, нет, у меня будет только про знаковые и интересные камеры, но я надеюсь, что вам было интересно, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете, делитесь опытом, если вы пользовались какими-то кропами от Canon, также не забывайте, что у меня есть бусте, ссылочка на него тоже в описании, также можете в мои соцсети заглянуть, у меня там все ссылки тоже присутствуют в описании, на этом у меня все, всем хороших снимков и пока! Субтитры сделал DimaTorzok